Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Глиной Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Благовещенцы недовольны качеством ремонта дорог. В Кормоскалинском районе спасатели предотвратили загрязнение реки Белой. И бывшего главу Иглинского района обвинили в растратах и превышении полномочий. Бывшего главу Иглинского района Рафика Мусина обвинили в превышении полномочий и растратах. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за совершение многомиллионных махинаций с землями и контрактами. Также правоохранители обвиняют и бывшего главного архитектора района. По версии следствия, глава района незаконно распорядился почти 400 гектарами дорогостоящих земель. Так, в 2012 году он передал в аренду на 49 лет 268 гектаров земли за 8 тысяч рублей в год. Реальная сумма аренды оценивается более чем в 5,5 миллионов рублей. Следствие установило, что бывший глава неоднократно таким образом распоряжался муниципальными землями. Также в 2013 году Рафик Мусин досрочно подписал акты о приемке генпланов сельских поселений стоимостью более 2 миллионов рублей. Генпланы выполнены не были, а глава организации похитил деньги и скрылся. Позже выяснилось, он передал 100 тысяч рублей главному архитектору района, который попросил подписать акты досрочно. Также доказаны и другие противоправные действия бывшего главы района, которые нанесли ущерб муниципалитету более чем на 200 миллионов рублей. По сообщению следкома, Рафик Мусин свою вину не признал. Дело направлено в суд. Благовещенцы недовольны качеством ремонта дорог по улицам Чистяково и Заречное. В социальных сетях появились неоднократные обращения и жалобы жителей этих улиц. Новая дорога стала выше прежней. Это стало препятствием, так как съезды с нового асфальта проложили не ко всем домам. По словам местного депутата Сергея Жукова, не все жители способны самостоятельно организовать подъезд к своему дому, учитывая стоимость строительных материалов. Он обратился к администрации Благовещенска с просьбой обеспечить нормальный доступ для жителей и впредь учитывать вероятность возникновения подобных проблем на стадии проектирования. На днях в Крамаскалинском районе спасатели предотвратили загрязнение реки Белой. В Госкомитет по чрезвычайным ситуациям поступил звонок, что в районе деревни Старой Киешки на Белой образовалась радужная пленка вокруг баржи. Ее размер 25 на 100 метров. Прибывшие спасатели поставили боновые заграждения и собрали пленку. Также обследовали акваторию и прибрежную полосу ниже по течению реки. К ликвидации привлекли 20 человек и 7 единиц техники. По некоторым источникам 200-килограммовую бочку масла опрокинула команда баржи, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент подробности инцидента выясняются. Программа по формированию городской среды стартовала в селе Алкино-2 Чешминского района. Она рассчитана на несколько лет. Каждый год будут благоустраивать по одному скверу. Всего в селе их три. В парках появятся цветочные клумбы, скамейки и освещение. Также проложат асфальтовые дорожки и оборудуют детские площадки с песочницами и качелями. В этом году на работу выделили 2 миллиона 600 тысяч рублей. В Пришибе пройдет второй турнир по футболу 5 на 5, посвященный памяти старшего корабельного старшины атомной подводной лодки «Курск» Роберта Гесслера. Соревнования пройдут на спортивной площадке «Села» 17 августа. На открытии чемпионата состоится награждение по итогам чемпионата Благоварской футбольной лиги 2019. Для участников организуют полевую кухню. Матчи пройдут на двух площадках. Призеров турнира ждут кубки, медали, грамоты и подарки. Начало в 10.00. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания.